Но до манжет ли нам сейчас, когда решаются важные вопросы экономического развития России? В столице открылась Международная финансовая неделя. Олег Долгополов вновь съездил в президент-отель, чтобы разобраться в теме трансформации финансовых рынков. Копейка рубль бережет, а доллар все падает. Такой вывод можно сделать из Московской Международной финансовой недели 2013. Центральная задача найти способ удержать финансовую стабильность, правильно распределить инвестиции и определить дальнейший вектор развития отечественной экономики. Впечатления от проходящего форума прекрасные, потому что столкнулись разные позиции, разные точки зрения, причем профессионалов самого высокого уровня. И та дискуссия, которая с самых первых минут заседания нашего пленарного началась, говорит о том, что темы, выбранные для сегодняшнего форума, очень актуальны, очень важны и интересны для выработки стратегических линий развития, приоритетных направлений. Но все предложения лишь временное решение проблем. Динамика мировой экономики может дать почву лишь для кратковременных прогнозов. Но, по словам экспертов, бояться нечего. У нынешних специалистов в области экономики есть достойные преемники. Первое и главное – понять, что это очень сложная, очень ответственная работа, очень ответственная профессия. Она требует энциклопедических знаний, она требует умения организовать работу, то есть определенные организаторские способности. Потому что мы готовим финансистов, извините, руководителей. Это может быть маленький коллектив, может быть большой коллектив, это может стать министр финансов, как, например, Силуанов и другие министры, которые вышли из стен нашего учебного заведения. Это могут быть руководители банков, в частности, руководители крупнейших банков российских, тоже выпускники нашего вуза. Поэтому от подготовки этих специалистов зависит все. Несмотря на нестабильность мирового рынка, Россия по-прежнему имеет возможность не только удержать свои позиции, но и укрепить их. Но для того, чтобы занять значимое место на рынке, нужно удерживать его в целости и сохранности. И, по мнению специалистов, путь этот лежит через инвестиции зарубежных предприятий. Олег Долгополов, Александр Шкарбанов, телеканал «Просвещение».